Друзья, всем привет, меня зовут Сергей Трейсер, я сейчас не как всегда громко разговариваю в начале видео. Вы видите, что я стою, точнее я иду на самом деле вдоль забора, я просто остановился. Смотрите какой забор, раньше в нем было, кстати, много разных дырок, но их по-разному позалатывали. Сверху находится колючая проволока, а если присмотреться, то за вот этим забором находится еще один забор, на нем колючая проволока. А если еще, еще очень внимательно присмотреться, то за ним находится третий такой забор, на нем тоже колючая проволока. Интересно же вам, наверное, стало, что так прячется за тремя заборами. Ну, вернее, сейчас уже не прячется, а раньше пряталась американская шпионская база в Берлине. И эта база находится на таком высоком-высоком холме. В общем, этот холм когда-то, я не помню, когда, лет 150 назад создан, ну так, можно сказать, искусственно. Сюда свозили разный мусор, там, короче, руины, там, после Первой мировой войны, если не ошибаюсь. Ну, короче, закидали каким-то мусором и думают, как же нам это все дело облагородить. И решили поверх засадить деревьями. В общем, сейчас это такой неплохой вот лес. Здесь растут деревья. Ходят люди на прогулках. Здесь, кстати, очень много можно встретить разных велосипедистов. И, в общем, красивое место. Я бы даже не сказал, что когда-то здесь была свалка. За вот этими такими тремя колючими заборами когда-то американцы построили шпионскую базу. Сейчас она, конечно же, уже заброшенная. Но так просто на нее попасть нельзя. Конечно же, там злого дядьки охранника, как у нас где-то в Украине, там, с палкой и собакой нету. Но там есть, короче, вход. И там есть касса. Вход туда, насколько я знаю, несколько лет назад стоил 8 евро. В общем, в Берлине очень интересно так поступили с заброшками. У нас, если по них не разрешают ходить, то здесь с этого делают такие арт-объекты. Короче, в Берлине очень много людей, которые рисуют граффити. Они не просто рисуют, они реально красиво рисуют. Ну, я не знаю, я, честно, не очень знаком с этой культурой. Граффити, граффитчики, я не знаю, как они правильно называются. Поправьте меня в комментариях, если я граффитчиков неправильно назвал. Ни в коем случае не хотел обидеть. В общем, на всех заброшках здесь очень много очень красивых граффити есть. Этот объект тоже не исключение. И его, получается, кто-то взял в аренду и туда просто пускают людей за деньги. Таким образом зарабатывают на этом деньги. То есть, если у нас просто ставят туда охранника и туда ходит тимона, то тут люди просто подписываешь на входе такую бумажку, что ты ответственность, короче, не несешь никакую, бла-бла-бла. И просто идешь, ну, платишь в кассу денежку и просто идешь гуляешь. Как по мне, это очень прикольно, сделали бы у нас так. Я же, короче, вот почему я гуляю вдоль вот этого забора. Потому что я не хочу платить за вход. Потому что я считаю, что платить за вход, ну, это как-то не круто. В общем, я иду вдоль забора и надеюсь, что кто-то хотя бы какую-то дырочку расковырял. Вот, кстати, можно увидеть еще. Когда-то была дырочка, ее кто-то залатал. Короче, я вот так шел вдоль забора, уже я долго иду, почти всю территорию обошел. И я вижу, что во втором-третьем заборе, там иногда бывает такое, что участка забора просто нету. А вот первый, он практически весь, вот так вот залатан, можно сказать. В общем, сейчас иду дальше, ищу дырку и попытаюсь залезть внутрь. Надеюсь, меня не поймают, потому что если поймают, я понятия не имею, что со мной будет. В Германии очень строгие законы. Ну, и не хотелось попасть на какой-то штраф, потому что... Ну, или что еще хуже, чтобы меня депортировали. Хотя, думаю, за такое они депортируют. Короче, ребята, не зря я все-таки решил обойти территорию. Я очень сомневался. Но я нашел вот такую вот дырку. И, как видите, за ней есть еще один забор. Ну, как я уже вам раньше говорил, там еще один забор. В общем, я залажу сейчас сюда. А там уже такие есть участки, где нету кусков забора. Я надеюсь, что я как-то внутрь попаду. Друзья, впереди нас ждет множество новогодних праздников. И я знаю, как круто занять себя в такое холодное время. Даже после апокалипсиса мир празднует Новый год. Качай красавы, чтобы победить зловещего Грончи и стать повелителем пустошей. Участвуй в праздничной мясорубке, собери крутую тачку из подручного хлама и одолей врагов. Нацепи на себя плазмоганы, пулеметы, дробовики, взрывчатку и иди в бой. Выполняй миссии тематического сезонного события «Снежная буря», получай уникальные токсичные хлопушки и меняй их на ценные вещи, которые можно использовать для улучшения бронемобиля. Специально к Новому году гараж каждого рейдера будет украшен, чтобы новые пушки придумывались с праздничным настроением. Вооружайся до зубов, обвешивайся елками с фейерверками и отправляйся в бой. Ты можешь сражаться как один, так и вместе с друзьями против игроков или огромных боссов. Собирай ценные ресурсы, прокачивай тачку или сбагри ненужный хлам другим рейдерам на рынке за деньги. Жми на ссылку в описании для того, чтобы скачать красаут. Повторюсь, это абсолютно бесплатно и если вы скачаете по моей ссылке, то вы получите крутой бонус. Так, я внутри. Так, ребята, я уже двигаюсь вдоль забора, как вы видите, вот тут с этой стороны забор. Здесь есть такие участки, где нету забора, а вон третий забор. В общем, двигаюсь вперед в поисках такого места, где можно было прям все три забора пройти. Ну, один я уже прошел, осталось только два. Считывая, что это уже не американские шпионы, они как-то сконцентрировались больше на первом заборе. Ну, а во-вторых, двух можно найти лазейку. И я, короче, двигаюсь вперед для того, чтобы найти именно такую лазейку и можно было пройти. Вот, кстати, еще один участок, где нету второго куска забора. И сейчас... А, вон я вижу, все, третий. Все шикарно. Лакшери, смотрите. Все. Вот, короче. Так. Здесь мы, конечно, можем встретить туристов каких-то. Ну, главное не встретить охрану. Я не думаю, что тут кто-то ходит, охраняет прям. Вот, короче, вот это здание. И вон сверху вот такие локаторы, или как это назвать. В общем, с помощью этих штук когда-то... Ну, может, я чуть глупость скажу, но вроде бы как... Ну, вроде бы как американские шпионы слушали весь Берлин отсюда, потому что эта точка находится достаточно высоко. В общем, пойдемте. Вон, короче, какая-то девушка туристка, что-то фоткает. Ходят тут разные людишки. Мы подходим к первой вот такой стенке. Здесь очень много разных граффити. Вон на стенке висят велосипеды. И пока что я не вижу, кстати, входа в это здание. Я надеюсь, что его не заколотили, потому что я хотел бы попасть внутрь. Ну, если его даже заколотили, буду пытаться как-то все-таки туда попасть и подняться наверх к тому колпаку. Такой вот арт-объект. Кстати, вот вход в здание. Ну, я не знаю, можно ли туда заходить. Но, в принципе, это мне не очень интересно, можно ли. Здесь, короче, куча бутылок от мусора. Здесь, кстати, еще вот осталась куча баллонов. И да, вот граффичики, извините, если вас еще раз неправильно назвал, рисовали вот это достояние. И такая вот кошечка бегает. Ребята, я здесь встретил товарища. Откуда ты будешь? Москва. Из Москвы. Ну, товарищ с России, я с Украины. Мы, кстати, еще не познакомились. Меня Сергей зовут. Илья. Короче, Илья подсказал мне, что он нашел залаз вот такой вот, смотрите. Можно сюда залезть. Вон там дырка. И потом, бац, мы окажемся в здании. В общем, поднимаемся сейчас туда наверх, к тому шару. Ну, и, короче, дальше через вот эту дырку наверх. Ой. Так. Ну, а здесь нужно уже шепотом, потому что чувак сказал, он, кстати, через вход заходил, что штраф, если здесь поймают 5000 евро, честно, ну, я хоть и видеоплогер, для меня это большие деньги, поэтому я не очень хотел бы попасть на такую сумму. Здесь, ребята, реально очень круто. Красиво очень смотрится. Кстати, какой-то халат такой вот. Здесь никого нету. Все разрисовано и достаточно очень, кстати, красиво. И вот эта работа тоже очень классная. Мы нашли лестницу наверх, и сейчас, в общем, будем по ней подниматься. Очень все красиво. Очень прям, я не знаю, это еще, я таких граффити красивых не видел. Так, здесь уже темная комната. Давайте посмотрим, куда же она нас приведет. Так, здесь еще один этаж. В принципе, планировка его точно такая же, только немножко другие уже граффити. И здесь стоит какой-то контейнер. Я не знаю, что в этом контейнере. Какое-то топливо, как будто бы когда-то было, или что. Короче, знаете, у меня видео прям не про заброшку вышло, а про какие-то вот... Я вам просто хожу, показываю граффити. Честно, даже сам не знаю, что про них можно сказать. Потому что, ну, не знаю, вживую это очень круто смотрится. Я вообще, как нашел этот объект? Я купил билеты в Берлин, и хотел попасть в одно место. Ну, короче, в то место я не попал. И начал искать альтернативу, так как билеты куплены, и куда же попасть. И нашел, короче, статью одного чувака, и у него была фотка вот эта. Ким Чин Ин, или как его правильно. И Дональд Трамп. В общем, такая же самая лестница. Пойдемте выше. Так, ребята, выход на улицу. Ну, дверь почему-то не открывается. А мне с рюкзаком не очень удобно тут пролазить. Хух, я прорез. Вау, вот этот шар, наконец-то. Что, давайте зайдем внутрь, посмотрим, что там. Кстати, многие люди на сувениры себе отрывают куски такого брезента. Не знаю, что они с ним потом делают. И вот я стою в самом центре, и слышу сверху свое эхо. Здесь, кстати, еще какое-то устройство когда-то стояло. И с помощью вот этого шара, этого устройства, прослушивали прям весь Берлин. Прикиньте, я даже, ну, не мог представить, потому что Берлин большой город. Как они могут его вот так вот, таким шариком прослушивать? На самый верх я залезть не смогу. Я, в принципе, могу по вот этим конструкциям где-то вот туда залезть. Но до самого верху не долезу. Кстати, смотрите, какие интересные здесь соединения вот этих треугольничков. Чувак мне сказал, что 5000 евро этот штраф будет не с людей. Штраф будет взиматься не с человека, а с компанией, которая организовывает, ну, как бы здесь разрешает ходить людям экскурсии. И они, в свою очередь, скорее всего, подадут потом на нас в суд. И мы, короче, будем вместо них платить этот штраф. Кстати, я перешел на вот эту сторону. И смотрите, что я вижу. Вон есть еще один шар. В общем, сейчас поднимусь туда еще выше. Короче, как краю боюсь подходить, потому что меня могут спалить. Знаете? Вон там, короче, оттуда видно вот так весь Берлин. Но на широкий угол камеры, наверное, этого не очень хорошо будет видно. В общем, я себя веду здесь как реально какой-то трус, потому что, ну, честно, я боюсь приниматься. Я еще ни разу не был в Европе в полиции, и я, честно, не знаю, что за это будет. Вдруг меня больше не пустят в Европу. Ну, хрен его знает, что реально может быть. А я хочу еще приезжать сюда, смотреть какие-то объекты. Ну, и, короче, снимать что-то дальше для вас. Вон, кстати, с той стороны есть точно такой же шар. Ну, и вот этот, который выше, я вам показывал. Сейчас попытаюсь на него подняться. Короче, ребята, для того, чтобы подняться дальше туда, меня тут ждет вот такой вот замок. Я попробовал стандартный код 400, но он не подошел. Короче, не знаю, ломать его не буду, но я решил попробовать вот здесь вот так вот раскрутить его. И посмотреть, что с этого получится. Короче, ребята, не получилось, потому что то кольцо, оно тоже на резьбу накручено, и там все так устроено, что вот так просто не выкрутишь. Короче, я нашел план Б. Сейчас, короче, полезу через вот эту дырку. Надеюсь, что я долезу и пролезу через нее. Потому что отсюда она, мне кажется, маленькая, и, ну, надеюсь, что, короче, пролезу, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в принципе, все оказалось проще, чем я думал. Все оказалось немножко проще, чем я думал. Пошли дальше. Чувак, которого я встретил, со мной дальше не пошел. Здесь, кстати, дальше вот такие какие-то двери. Я надеюсь, они открываются. Короче, ребята, эти двери по-прежнему не открываются, но здесь есть такая дырка. В общем, я на свой страх и риск сейчас оставлю здесь рюкзак, с собой возьму только паспорт. Ну, потому что рюкзак, ладно, я себе потеряю, но если я потеряю паспорт, будет куда серьезней. Короче, залезу сюда, ну и, походу, я уже окажусь точно на лестнице. И, надеюсь, там уже не заперто, потому что через такие вот эти щели все пролазил так тихонько. И, видно будет, если все-таки не попаду туда наверх. Хотя, что там сверху я ожидаю видеть, непонятно. Даже к краю нормально не подойду, особенно на ту сторону, потому что там вот это КПП, где вход был, ну, короче, там где обелечивают людей, и меня могут оттуда увидеть, а сюда залазить запрещено. Короче, раздеваюсь, оставляю вещи и залажу внутрь. Короче, голову просунул, грудь вроде пролазит, значит, пройду весь. Все, пошел я. Итак, ребята, я на месте. Говорю шепотом, потому что очень большое эхо. Короче, ребята, буду говорить шепотом, потому что здесь большое эхо. Меня могут услышать. Короче, единственная дырка, с которой можно посмотреть, здесь вот это. Ребята, это, конечно же, жесть. Там такое эхо. Я просто боялся дышать. Я реально слышал, я легонько дышал. Вот так, ну, короче, вот это вдох носом делал, выдох ртом, и я это все чувствовал вокруг себя. Я офигел просто, там полностью целый этот шар, была только одна дверка. Какой там звук, это просто жесть. Я прикидываю, если бы мне там телефон зазвонил. Короче, я не знаю, просто я боюсь, что этот звук там реально очень сильно слышно. Ну, я думаю, что теперь я все-таки понимаю, как они прослушивали весь Берлин. Там еще стоял какой-то, ну, мега-микрофон, походу. И вот эта штука, короче, я хрен его все равно знает, как оно работает. Ну, реально остался под впечатлениями. Конечно, там нифига не видно. Я вам, наверное, тоже особо ничего оттуда не показал. Но, как бы, там реально было круто. Место вообще интересное, необычное. У нас обычно все какие-то заброшки, стройки и так далее, такие редкостные помойки. Здесь, конечно же, прибрали территорию, потому что, ну, некрасиво было бы, наверное, брать человека по 5 евро. И потом, как бы, чтобы он ходил тут по мусору. Короче, ладно, ребят, буду спускаться вниз. Итак, ребята, я вернулся к своей заветной дырочке. И сейчас буду в нее проникать опять. Мои вещи никто не трогал. Это хорошо. Хотя я сомневаюсь, что кто-то еще, кроме какого-то сумасшедшего украинца, типа меня, сюда сможет попасть. Я практически благополучно вылез, ребята, когда спускался по залазу, там где вот эта табуретка была. Короче, подошел ко мне какой-то немец, я сперва думал, что это турист. Я у него увидел какая-то штука в руках, я даже не знаю, что это было. Но, короче, я понял, что вряд ли турист будет с такой штукой ходить, он, скорее всего, там работает. И мы что-то поулыбались, поулыбались друг к другу. И он мне что-то сказал на немецком языке. Ну и показал пальцем, типа, иди, короче. Ну и я пошел. Ну и все, в принципе, конец видосика. Если он вам понравился, ставьте большой палец вверх. Мне очень приятно, когда на видео много-много лайков. В общем, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. А я надеюсь, что я сейчас еще успею посетить еще одно место в Берлине и снять вам еще один видосик. Потому что здесь я еще не закончил, сейчас еще нужно снять пару панорамочек с квадрокоптером. Ну, короче, вы их, наверное, уже видели. В общем, все. С вами был Сергей Трейсер. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok